Меня зовут Олег, я занимаюсь уже года 3-4, может быть больше немножко. Меня на это дело привела девушка как-то на соревнования по пол-дэнсу, вот я посмотрел, ну так сказал ей, что да, не особо сложно, она предложила мне попробовать. Собственно, я пошел попробовал и как-то затянуло. Меня пригласила знакомая в студию, сказала, что вот у нас есть мужская группа, ну я сначала удивился, не знал, что вообще могут делать мужчины на пилоне, то есть я тогда думал, что это ну шесть по сути, занимаются только девушки. Мне показали там интересные какие-то трюки такие, больше даже гимнастические, спортивные. Мне это понравилось, мне захотелось чему-то научиться вот такому и я остался, ну занимаюсь вот по сей день, преподаю. В общем, моя основная профессия, я инженер-энергетик в область электроэнергетики. То есть это такое хобби, которое, ну, которое интересное, которое как-то развивает, ну и дает интересную физическую нагрузку. Не понимали просто, что это такое, что это за спорт или танец, но потом, когда пришли на какие-то там первые соревнования уже, увидели, что это, ну, по сути, синтез гимнастики, акробатики, танца, что это, ну, очень интересно и зрелищно, ну, относятся нормально. Знакомые друзья относятся, в принципе, нормально все. То есть, да, кто-то может там посмеяться немножко, а девушки относятся позитивно. Практически все девушки, им, им это нравится. Вот. Родственники, да многим, как бы, без разницы. Главное, что человек был чем-то занят. Приходили всех возрастов люди, то есть, начиная от детей буквально, вот, занимались у меня, и мужчины в таком уже возрасте, там, 40-50 лет. Здесь есть какой-то азарт, тебе надо сделать силовые упражнения, силовой какой-то трюк выполнить, но не повторяя несколько раз, а именно сделать это красиво и четко. Вот поэтому я, как бы, и остался. Мне было это интересно, и, конечно, получалось выучить что-то быстрее. То есть, если тебя что-то интересует, ты чем-то горишь, да, то, ну, это клево, сделать то, что ты любишь, если оно приносит удовольствие. В Белоруссии, ну, пилон, значит, 6, да, 6, значит, стриптиз. Ну, девчонки еще, ну, как бы, понятно, то есть, ну, где-то можно увидеть, там, в Инстаграме, в Интернете, там, на Ютубе какие-то ролики, где, ну, видно, что это не стриптиз, что это танец, это очень красиво, женственно. Ребят занимается меньше, поэтому нужно как-то заинтересовать людей, чтобы они пришли и увидели, что это, что это спорт, что это танец, это может выглядеть круто, сильно и, ну, очень интересно. Ты, грубо говоря, строишь свое тело и заодно учишься делать какие-то трюки, движения, элементы, то есть, это не настолько однообразно, скажем, как в тренажерном зале, то есть, там есть техника упражнения, ты его делаешь. Есть, вероятно, где-то стриптизеры и на пилоне, вот, но это больше акробатика, это больше спорт, это силовая, здесь просто, если нет, не подкачаться, то здесь очень сложно вообще что-то сделать. Ну, ребят, легче научить какой-то силовухе, а девушек, там, не знаю, наверное, там, со шпагатами трюки какие-то проще сделать. Данный спорт лично, он способствует к тому, чтобы чувствовать себя лучше и лучше понимать свое тело. Все люди, которые чем-то занимаются, они понимают, что это тоже усилие, это тоже надо работать над собой, то есть, вот как раз обычно осуждают люди, которые ничем не занимаются. Любые нагрузки, любой спорт – это хорошо, какой бы он ни был. Я могу ответить всем тем, кто говорит, что это стриптиз, что это не мужское занятие. Пусть придут и попробуют сделать что-нибудь, что делаем мы здесь. Да не выпендривайся, Дима. О, хорошо. Давай пять. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...